всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу рассказать о линерах я в том что я еду что-то типа отпуска и хотела взять с собой какие-то линеры и вот поэтому мне пришлось разобраться во всем что у меня есть ну и раз уж я разобралась то я заодно и расскажу и вам решила я вот начну я с линеров которые такие тоненькие скажем так твердые да вот они у меня представлены совершенно разными фирмами вот я здесь выписала себе такую информацию всяческую из гугля из амазона я взяла цены то есть я взяла цены с амазона немецкого или американского в некоторых местах вот в одном месте потому что в немецком амазоне данные линеры не продаются я буду называть их линерами потому что мне так проще потому что лайнеры для меня лайнер это самолет короче поэтому в общем для меня это линеры значит начну я с представителей наверное германии потому что это мне немножко ближе я живу в германии вот начну я с маркер и не маркеры это но они называются еще fine liner fine liner ли fine liner я не знаю правильно сказать но я называю линерами и так немецких марок у меня аж на раз два три 4 5 штук дело в том что из них я лично покупала наверно только вот только фаба кастел наверно несколько штук вот остальные мне вот приходили со всякими этими коробочками потому что там очень часто ли линеры лежат там скрал боксе скетч боксе поэтому у меня такое количество разных фирм часто по одному там по два то есть я лично например покупала вот копики и парочку fine line этих фаба кастел но обо всем по порядку так начнем с ним с немцев это вот марабу графикс вот у меня она представлена вот двумя такими упаковками мне эта фирма почему-то вот мне нравится я не могу вспомнить почему почему тут нет какой-то предвзятое к ней отношение такое я как бы чувствую себя даже виноват мне дизайн не нравится только хотя вроде бы все как бы в порядке до набор неплохой вот 020408 и браш немножечко покажу хотя чё тут можно показывать линер он он и в африке линер то то есть по качеству они неплохие вот я не буду все конечно же выкрашивать я так чуть-чуть по штриху хотя почему бы не выкрасить да если что я примантировал ремонтирование удалю лишнее вот это у нас браш на самом деле очень неплохие вообще очень неплохой набор но почему-то вот у меня как-то к этой фирме какое такое отношение бог его знает почему не знаю сложно сказать вот у меня есть набор черных линеров как бы там ни было до набор черных линеров у меня есть вот и набор разноцветных линеров я получила с каким-то боксом то есть вот это вот тут разные идут тут 020408 и браш все черные а здесь все 04 насколько я помню мне кажется все они перманентные то есть они водой не размываются вот тонкий лайнер написано по-русски но я все-таки линером их буду называть уж меня простите они написано вата бы вас в аватар бест значит они размываются водой наоборот вот эти значит размываются подольт что-то я чуть не наврала и эти тоже звываются там учит попробуем есть такой water brush сейчас мы посмотрим что они не размываются нас обманули ну ладно сейчас я вот эти вот сделаю вот да но 4 черненький а может он сразу как только нарисуешь размывается о да все понятно когда он уже засох он уже нифига не размывается все понятно так кстати очень часто бывает вот есть даже маркеры такие акварельный кто размывается только сразу же потом когда они засыхают уже все уже не размываешь съемники мне как-то то ли не удобно ими рисовать или еще не знам нет они почему-то не нравится и вот не могу даже вот ответить себе на этот вопрос вообще почему мне как-то даже штрихуются именно неровно и не знаю как-то не люблю я их так следующие у нас идут это faba castell у меня есть вот такие три очень старых маркера которого маркера господи линера таких уже мне кажется не выпускают хотя я могу ошибаться но они у меня еще очень даже пишет вот их дизайн мне нравится прям вот очень нравится 0 3 0 0 5 вот и 0 7 очень приличные маркеры маркеры линеры вот то есть вот эти линеры я покупала сама вот эти вот faba castell вот когда-то давным-давно и много и меча рисовала писала но они почему-то какие-то долго играющие не знаю сколько им лет вообще подозреваю что лет десять вот реально вот лет десять этим линером и они до сих пор не высохли вот качество немецкая faba castell вот так вот вот эти у меня такие новенькие это все мне присылали вот в коробочках значит это black and white называется то есть черный черно-белый набор такой сет черно-белый я их покажу видит в одном из следующих видео когда буду показывать сравнение белых линеров вот и маркеров то есть но тут еще один который тоже будет в одном из следующих то браш софт просто sb это будет следующее видео так что я просто вот убираю папайку вот а вот эти это черные это коричневые то есть у них вот исторически как бы сложилась у faba castell на ты же еще какие-то очень старый а я выбрасывала еще какое-то количество старых линеров вот вот старых запасов у меня все есть что-то не забыла вытащить вот faba castell этим тоже уже много лет вот раньше они писали просто от s и xs а сейчас 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 пишут вот здесь вот как бы что такое с с это 03 м 05 м 07 и бы это 1 и 5 1-5 миллиметров до но бы это такое то брошь здесь есть одна брошка не софт-браш а просто брошь и так короче фаба castell да это у нас фаба castell вот коричневый утром не есть разноцветный розовый есть тоже был в какой-то коробочке черная это с это 03 все они прекрасно пишут хотя они как я уже сказала довольно таки старые вот этот красный кстати он самый старый немножко плоховато пишет он как-то странно пишет вообще и по моему вот это вот а фигня вот это должна была что-то там удалять нет может она это стирает вообще кстати очень интересно это до сих пор я туда еще не поняла думаю зачем вот эта штука нужно непонятно мне даже интересно до сих пор вроде не стираетесь кто-то знает зачем эта штука напишите в комментариях вот я что-то не нашла вот потому что они такие старые что я этого не нашла зачем она перманент это кстати то есть вас of s 20 бров вот ну и xs это на 3 тоненький да очень то есть наш насчет тоньше вот но здесь я не буду их распаковывать потому что это абсолютно то же самое тот же самый коричневый на вот с только тут есть еще браш понятно все остальные кто-то бы обычный брожда не несут прож который вот такой который не гнется такой толстенький и кстати очень удобно тоже скетчить потому что можно делать линию такую то есть где-то потолще да где-то потоньше и можно такую вариацию вариативную линию делать очень классная штука каком господь зовут анна и гида калачева скол есть целый курс был крайне мере сейчас не знаете нет я помню даже начинала делать вот именно вот таким вот линии рамбе очень интересным было меня чуть не доделала почему я уже не помню давно это был в общем вот оба кастел это одна из моих любимых фирм естественно потому что я живу в германии у нас этих продуктов оба кастел вот то есть я не но она еще и очень хорошая очень качественно то есть я и ставлю такой большой и жирный плюс сейчас я возьму какой-нибудь красный 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 прекрасный надо какой-нибудь поярче да ладно бог не вот ставлю большой большой такой плюс да вот вот марабу не люблю вот я бы даже даже бы три плюсы наверное поставила вот так так они что прекрасно вообще и характеризуют они очень хорошо пишут и они вообще вот абсолютно ничем не воняют и и это есть замечательно вообще не можно рисовать вообще без всяких проблем так это был фаба кастел кто у нас там следующий штат для штат для штат для штат для это вот эти да вот у меня есть два маркера штат для тоже я их покупала помните сто лет назад но 10 лет точно вместе вот с этим и не заметить до сих пор пишут от 0 5 это совсем совсем тоненький на сих пор пишет немножко справа с проблесками но пишет им вообще прекрасно скетчить вообще потому что он такой очень тоненький и классность вот это вообще перманентный опять же да и дизайн не очень нравится вот у штат для честно говоря и цена кстати я про цену забыла сказать да так вот это у нас был штат для штатлер вот значит эти марабу они стоят четыре штуки вот такие черные я посмотрела в амазоне возможно где-то есть дешевле но в амазоне они стоят 650 цветные стоит 860 грубо говоря 9 до евро это вот эти вот эти я бы честно говоря не покупала за такую цену не то они как бы ну как в качестве приза пришли но я бы мне не не понравились вот а фаба кастел мне нравится очень сильно и так фаба кастел вот эти вот черные или коричневые любого тут какие-то там других цветов тоже есть они стоят 750 вот эти четыре штуки ну то есть они примерно в одном ценовом диапазоне набор black and white который я убрала 9 евро стоит что марабу что фаба кастел стоит практически одинаково но мне фаба кастел честно говоря нравится намного больше штатлер четыре штуки стоит немножко подороже 850 вот каждый по моему один маркет по моему маркет один линер стоит по моему около трех евро если по одному покупать а вот четыре штуки 850 так а вот я еще нашла коричневый штатлер у меня есть ну в общем ничего нового штатлер не очень нравится хорошие прошли неры вот то есть я им сейчас поставлю тоже плюсик вставлю им два плюсика 2 итак следующее у вот эти вот они такие по point max называется вот эти вот они такие более-менее толстенькие сейчас напишу что белла вот они такие мне нравятся в принципе такие средние такие вот эти вот а у них 08 ширина это тоже они в каком-то из этих а вот эти я еще когда-то покупал вот так он есть набор это был на один из первых наборов которые у меня были этих вот линеров разноцветных вот ну вот эти классические да они то есть такие вот желтенькие вот это вот довольно таки красивый довольно таки как сказать качественные то есть тут как бы жаловаться особо особо не на что да вы кстати красный возьмите я вот этот красный наверное буду им рисовать плюсики ну в общем стабила я тоже ставлю два плюса мне кажется они со штатлером примерно одинакового качества делать продукты вот по ценам по ценам ну да блин в школе у нас обычно вот и вот такие вот штабила требует детям и покупать вот такие ручки так по ценам вот такие вот вот такие 100 штабила стоит 15 штук от 13 евро ну а вот такие вот у меня здесь по моему 24 штуки что ли 25 мне кажется я их покупала за 15 евро что ли за 12 что-то такое что-то я здесь не записала но они примерно вот примерно около 15 евро стоит вот это вот упаковочка как бы тоже для 24 линеров нормально они они долгоиграющие вообще очень долго дальше шоу на следующее это штабила потом молотов мне всего один вот он вот молотов мне очень нравится как-то у них какой-то органичный такой дизайн они очень приятно в руке вот они держите его здесь все сделано как-то так вот не знаю мне вот очень нравится молотов молотов у меня всего один маркер но я от него балду прям вообще ну все классно вот 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 04 перманент опять же то бишь не смывается водой классно то есть а я забыла нарисовать ему плюсики молотова я бы нарисовала тоже бы три плюсика мне кажется тоже как и фава костер примерно я бы их так на один поставила на одни весы поставила так то у нас там следующий с немцами мы закончили пойдем к англичанам англичане у меня представлены фирмы derwent вот и вот это линеры вот набор из трех линеров 0 3 0 1 0 3 5 это графит такие серенькие сейчас покажу а это обычные черные вот вот они мне почему-то очень сильно нравится я вот ими вообще прям люблю рисовать так я все время с собой таскаю еще такая удобная упаковочка в этих штучках вообще это вот деревянку плюс вот видите мне даже немножко они уже ну потому что я ими вот реально много уже использовала их и писала ими рисовала вот они у меня уже немножко с проблесками пишет но все равно я их все равно их люблю и продолжать с собой таскает что они классные так 0 3 нить и уже немножко проблеск идет но они классные они мне тоже достались в одном из вот таких вот штук мне кажется в скетч в одном из скетч боксов они у меня были такие классные вообще вот это черный вот а это серые да я бы сказала но нет написано графит вообще тоже очень классный цвет такой вот светлый если вот рисовать под акварель например вот скетч на именно скетчить то это вот самое она так вот они они такие вот теплые серый теплый вот но не классная классные же коробочки вообще мне очень нравится балду просто и стоит такая коробочка я посмотрела вот они derwent line painter а это вот эти а вот эти вот три штуки line маркер они называются вот line маркер derwent график line маркер вот eren график line маркер три штуки в амазоне стоит 10 евро я вообще офигела я не знала что они такие дорогие я вот не сказала бы этого честно говоря но derwent вообще очень любит derwent очень дорогая фирма они прям слишком загибают цены на свои продукты на мой взгляд ну они действительно хороши вот эти вот но точно так же и хороши фаба касте то есть как бы особенно не за что так драть деньги да фаба каста стоит дешевле получается потому что они стоят вот четыре штуки 750 а эти три штуки десятку короче немножко они борзеют вот у меня есть такой набор тоже в каком-то был какой-то мне кажется вот хотя я могу ошибаться мне казалось что они нас на акриловой основе нет еще посмотрим так хорошо потрясти и немножко по поднадавить и бла 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 все понятно вот ну как активировать типа пигмент water based pigment painter ну короче у них такие цвета еще волшебные вот вот такой классный цвет это цвет все скажу графит тоже вот и за это я люблю как бы дерьвент вот такой свет чем на господи это вот теплые серые это холодный серый называется он fox так вот еще какой-то цвет ой вот еще один теплый серый такой посветление немножечко это у нас джангл называется ну и белый белый тут не ахти какой вообще на самом деле как-то он немножко плоховато пишет честно говоря но это я расскажу когда буду делать обзор белых вот это был у нас деревян дерьвент он слишком дорогой на мой взгляд вот у них вообще в англии на такое ощущение что цены задирает вот виндзор и ньютон да у меня есть один тоже марки тоже он где-то был в каком-то из какой-то из коробочек не все из коробочек все все линеры у меня практически все из коробочек вот я посмотрела в амазоне вот этот маркер вот этот виндзор и ньютон стоит 696 7 евро он блин за что вообще капец какой-то у себя я даже не знала что он такой дорогой то есть ничего такого особенного кроме прикольного дизайна я не вижу ну дизайн у него действительно очень прикольный мне прямо-то очень нравится он очень удобный красивый какой-то такой не знаю обтекаемый что ли какой-то вообще классное одним словом вот это у нас были англичане англичане самые дорогие почему-то ну одни из самых дорогих не самые дорогие у нас еще будут так скажем пару слов про про корейцев это у меня есть только один такой touch линер 005 то есть совсем совсем тоненький вот он я даже не буду особо тут его расписывать линер как линер очень мне нравится хороший красивый мне нравится очень дизайн вот прям тоже очень нравится шин ханат вот перейдем теперь к американцам американцы у меня есть в качестве от американца меня есть вот хамелеон вот такой вот есть черный давайте мы перейдем уже здесь у нас будут американцы тогда и так вот с одной стороны очень удобный в том плане что с одной стороны толстенький 06 вот с другой стороны тоненький 03 из-за этого как бы удобно с собой играть один маркер сделать уже два есть классно так хамелеон хамелеон линеры вот это такая очень прикольная штука ой вот то есть вот он такой желтенький да они сделаны по принципу как и хамелеон эти маркер то есть например я могу взять вот розовый да они у меня разные да ой нет они одинаковые pk5 у меня просто два набора было ну вот возьму розовый маркер маркер розовый линер и возьму синенький а вот теперь смотрите какой у них magic тот кто не знает вообще о чем речь сейчас будете удивляться наверно так делаем и вот так и ждем чуть-чуть не знаю сколько ну давайте сразу уже попробуем вдруг стал синим там фиолетовым а потом опять розовым прикольно да такие вот переходники можно делать вот здесь такая штука ну розовый не так хорошо действует на синий как наоборот а сейчас еще поди вот этот розовый будет немножко синеватой а нет нормально вот таким образом можно делать переходы всякие разные ну интересная как бы штука а вот эти у меня разные эти разные да у 3 0 то есть вот только два розовых у меня одинаковых оказались значит надо куда-нибудь за кромак себе положить вот такой небольшой есть набор я все не буду выкрашивать потому что как смысла особого нет ну понятно что они маркеры и марш линеры и линеры просто вот они владают таким интересным свойствам что их можно смешивать вот ведь тоже какой-то смешивая видимо красный с чем-то ну вот он рисовал таким цветом вот зеленый допустим я могу зеленому вот возьму потемнее зеленый который вот я к нему начать добавлю этот синий сейчас не знаю культурного вертеть надо это можно опытным путем установить вот ведь синий там сразу становится такой такой переход исти из синего зеленый круто да мне нравится например вот вот эти маркеры какой маркеры вот эти линеры ну как бы не знаю для меня это что-то вроде на вроде баловства то есть если кто-то занимается допустим иллюстрации то она работа в диком восторге и будет радостными рисовать а а для меня они больше как какой-то такой игрушка короче элемент такой игры больше для меня вот эти вот линеры так что я с собой беру и может быть чего-нибудь и не парень нарисую то покажу это были хамелеон и так кто у нас там американцы следующий вот есть на такой king art 1 всего на линер это американская фирма они такие довольно таки дешевый а кстати вот эти вот хамелеон они 12 штук стоят 25 евро на амазоне так что они не дешевые честно говоря совсем не дешевые вот а этот king art он такой более менее дешевый 10 штук стоит 12 долларов вот таких вот мне они честно говоря не понравились какой-то дизайн у них какой-то страны фиг откроешь вообще вот короче мне он не очень понравился идем дальше ой из такой набор они кстати недорогие совершенно их нашем амазоне вообще очень много 24 100 штук и стоит примерно 15-20 евро зависимости от толщины и стержня да то есть у меня вот такие вот тоненькие вот бывает они толстые всякие разные бывают короче сейчас я напишу не тоненький единственно чем не в них вот совсем не нравится вот в этих шарпи мне нравится как она написана вот это красиво очень все как бы зашибись чем у них не нравится то то что они страшно воняет какой-то даже не флагу какой-то химии вообще жуткой я просто не могу их нюхать я не могу поэтому ими рисовать из-за того что они вот так воняет их покупала давным-давно лет пять назад наверное я ими раз раскрашивала фетровые игрушки я шила для дочки и вот я вот этими вот линерами они потому что не стираются при стирке они перманентные прям перманентные я пробовала я стирала все остается но не настолько вонючие вот когда ими рисуешь потом то все выветривается сразу это ерунда но пока рисуешь на дышишься и у меня лично начинает голова просто слегка очень мне нравится у них запах а все остальное прекрасно цвета все есть неправда у меня дети уже что-то потеряли кому серый карантеле один кто потерял и черный толстых это потерял ну да ладно в общем вот это шарпи так себе значит а я забыла про звезд про 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 давайте чему плюсики давайте звездочки ставить какие-то плюсики ставлю звездочки ставлю на две звездочки получил штабила две звездочки молотов и фаба каста получили по по три звездочки деревянку я тоже ставлю три заслуженные звездочки потому что у них качество выше всяких похвал страдает цена но это мы сейчас не учитывая touch но тоже заслуживает тоже наверно трех звездочек вот идем дальше хамелеон вот ну я бы им дала две звездочки потому что для меня это как бы ну вот то что вот они вот . простые линеры их использовать нет смысла что они реально дорогие дороже получаются вот это вот штука что они так перечекают ладно чего жалко что 23 дадим вот а шарпи шарпи я дам одну звездочку вот за вонючесть я прям не могу я никакие маркеры так не воняет как вот шарпи не знаю почему чет американцы в них там добавили за страшную ужасную ядерную смесь так но все с этими закончили и переходим к японцам самым крутым нашим представителям значит начнем с самых простых это пилот тем же пилот вот у меня представлен тремя маркерами ахим маркерами господи линерами вот это 05 пилот маркер как маркер господи линер как линер прекрасный вообще мне не нравится все все как бы все на месте я думаю что остальные точно тоже точно такие же цена у них почему-то какая-то дорогая видимо потому что у нас наверное их мало это подозреваю три штуки шестнадцать евро ну что это вообще такое я так подозреваю что это из-за того что их у нас не продают ну их он они вымирать его в японии производится и к нам видимо их вести дорого поэтому такая сумасшедшая цена потому что я не вижу каких-то особенных одной крутости в них вообще линеры как линеры вот значит я им поставлю две листочки то что мне качество устраивает но не устраивает цена следующий это тамбов у меня один тоже маркер от линер вот такое моно тро винты это тамбов вот тоже очень очень приличный линер у меня всего один поэтому я особо судить не могу ну он хороший 05 ну как блинер как линер ничего особенного не скажу стоят они у нас 4 штуки 627 так как они такие вот дешевые и на на внешне ну на на первый взгляд да по качеству очень даже ничего я поставлю 3 звездочки вот у нас практически идут все ноздря в ноздрю от отстают только вот штабила штаблер шарпи естественно и пилот отстают хамелеонам и я по доброте душевной дала 3 до звездочки а это же этот самый king от но ему я вообще одну дам звездочку потому что не не нравится как он какой-то он не очень вот мне кажется штабила яхта незаслуженно обидела мне кажется им тоже надо 3 звездочки все-таки а это фирма такая довольно таки вот это же классика до пасека жанра следующие у нас там кто остался сакура фирма микрон ну это такие самые рабочие лошадки до 8 штук стоит 15 евро тут посмотрите пилот три штуки 16 до тут 8 что вот это у нас сакура сакура пигма микрон вот но они классные конечно этот коричневый они классные но они быстро сохнут я уже некоторые по выкидывала именно вот вот сакуры вот эти потому что они как то быстро сохнут как быстро не так уж то прям сильно быстро но довольно таки прям быстровато на мой взгляд мне кажется 10 лет как фаба кастелло не точно не протянут вот кстати фаба кастелло на поставить еще одну звездочку за за долгоиграющие то что она такой долгая долгоиграющие вот а вот сакуре я поставлю две звездочки именно из того что они у меня несколько штук засохли я их не покупала на алиэкспресс нет они мне при приходили вместе с посылочками с этими коробочками я надеюсь что они ну настоящий от сакура следующие у нас мои любимые на любимая фирма японская у них прям вот реально моя любимая японская фирма у них митсубиси митсубиши наверно так она пишет наверно митсубиши на вот у них есть обычные такие вот файн лайнеры вот они файн линеры файн лайнер короче обычные линеры вот такой светло-серенький это все мне приходило в коробочку а вот эти по-моему я когда-то купила давно вот серенькие черно-серенькие светло-серенькие это 0105 ну а это черные тут они начинаются с 005 вот очень тоненький очень тоненький классный вообще 005 01 02 03 04 05 08 02 почему-то две штуки видимо запасная вот такой у меня набор очень классный это у не знаю мне очень нравится вот эти вот этим я поставлю 3 звездочки даже 4 как у фаба костел мне кажется они продержатся тоже в легкую столько же сколько сколько и фаба костел а следующая это у не тоже у не но сейчас я покажу это вот такие вот называются эмот вот они тут один наборчик у меня был эти у меня отдельно кто смотрел мой последний обзор скетчбокса за сентябрь уже знает что вот эти вот три линера были в скетчбоксе вот эти три а эти были скрайл боксе в каких-то предыдущих вариантов мне кажется даже снимала обзор с ними на ткани ну ладно вот они так можно и ставить я уже стали экспериментировал все прекрасно они хорошо пишут вот они прям мои прям реально фавориты я настолько впечатлилась вот вот этими вот первых они классные красивые них дизайн такой они легенький у них дизайн такой просто ну не знаю мне мне очень нравится прямо вот прям пищу потом вот здесь у них такая вся белая и только на самом кончике у них вот он пишет смотришь родится белая как а чем она пишет хоп она пишет красным да бордовым пишут они очень прям офигенно настолько мягко вот вообще то есть вот это вот рядом не валялась вообще на мой взгляд вот эти штабила намного хуже чем вот эти но единственная минус у них как не сложно догадаться какой минус может быть у идеальных маркеров догадаться по моему не сложно и это правильно цена это 10 штук стоит 30 евро 5 штук 1850 вот то есть такой на счет от 1850 но мне его прислали в коробочке подозреваю дешевле чем вот чем за такую цену мне настолько ими впечатлили что купила вот такой вот набор 10 штук и они в такой офигенной коробочке приходит но еще сверху была упаковка я из не лучшего вот они оттуда не вываливаются вот есть нужно эту упаковку брать с собой но так делается так ставится их от что вытаскиваешь то вот черный например вот это это просто волшебные линеры я просто настолько обожаю самый классный это мои фавориты последнее время я их вот как раз я все остальные уже не беру а я вот эти вот обожаю вот таким образом вот эти вот сейчас мои самые самые любимые линеры у не тем вот сейчас я им поставлю они не пахнут совершенно вообще ничем вообще ничем не пахнут вообще просто офигенные так сейчас и напишу здесь вот и им я поставлю 5 звездочек то есть они у меня прям явные фавориты эти уни и мод еще у меня есть какой-то такой странный линеры даже не на что только то я не нашла вот такой фирмы к это сараса что ли кто знает напишите что это ну какой-то вот обычный такой такой вот или мир и вот есть еще арт-лайн тоже такие неплохие нормальные обычные самые обычные детства мне у них дизайн очень нравится дизайн прям вот плюс вообще а на что они похожи по дизайну смотрите на копик да прям от косят под копиком ничего не так по дизайну понравится и на копик похоже но мне нравится вот ладуй как тем которые мне нравятся очень нравится те которые мне не нравятся мне нужно куда-то деть наверное я буду их продавать на этом сама попробую продать их на и поиска инсайдинг которому не нужны ну или может быть не знаю посмотрю куда мне делать это китайский линер такой линии ручка все бы прекрасно пишет прекрасно цвет все очень насыщенный но какой-то вот он иногда подтекает вот у него какой то есть минус что он иногда вот течет когда им рисуешь 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 вот он начинает немножко течь вот это мне подбешивает вот атаку он прекрасный вообще за этот кульплэк это просто китайские обычно я купила на алиэкспресс у китайцев у меня их много было но они все по высыхали их по выбрасывал вот один остался я имею рисовала писала как бы то есть они не просто так у меня скончались а потому что я ими пользовалась но очень быстро то есть у китайские стоят дешево но они быстро кончаются быстро высыхают это вообще то есть я все что это не выгодно вообще такие линеры покупать потому что они я даже ни одной звездочки не дам 0 фигу с маслом короче дырка от бублика китайцам ну потому что это не стоит того лучше один раз то вот есть прекрасные варианты где недорогие до который сто раз лучше чем китайский то есть если эти стоит там допустим там один или два евро на бортом и в пять шесть штук да то допустим заплатив два в три раза больше можно купить те же вот фаба каста например то или вот какие или вот тамбов четыре штуки прекрасные прекрасные линеры вообще и горе не знает зачем вот эти китайская брать в общем то незачем все у меня есть вот такие вот линеры скетчбокс они их кроме как скетчбоксе взять больше нигде нельзя то есть они не продаются на такое ощущение раньше они на сайте скетчбокса продавались а сейчас что-то больше не продаются почему я не знаю но они мне нравятся честно говоря мне прикольный и бокс вот 0 4 то есть вот обычные линеры мне нравится у них дизайн и они очень-очень удобно то что они ходить прорезиненная такая вот кусок и хорошо в руке держится не скользит и очень удобно рисовать лучше мне этих не нравится рука скользит а здесь ничего не скользит прекрасно вообще просто прекрасно молодцы скетчбокс вот линеры короче офигенные вот эти мне очень-очень нравится вот я вот соболера возьму как раз вот из цветных вот их возьму или хотя как их они я вот эти возьму эмоции любые конечно вот а эти ну блин не знаю да ну тоже блин можно не пользоваться они классные вот оставила я дочки отдам вот эти вот пусть рисует и как раз понравилось тоненькие всякие вещи рисовать вот пусть рисует теперь возьмем самые самые классные и самые дорогие практически да это копики одна штука вот такая вот копик мультилайнер мультилин мультилайнер до стоит 972 у нас на на амазоне но насколько я знаю их можно купить допустим на креатив да и мне кажется они 70 чем-то стоит вот есть 0 на 3035 и 02 вот ты что тем не есть у меня есть этот брашка это софт-пэш но это следующем видео вот что я могу о них сказать что они классные вот здесь на чем могу о них сказать это у меня 0 на 3 очень тоненький вот а 0 35 это уже у нас последний да ну вот здесь напишем их до 100 они же самые крутые копик вот копик это 0 35 вот ну вот но это вообще просто как бы самые крутые меня не очень нравится конечно же единственный минус это цена вот 10 штук стоят 76 за амазоне возможно где-то они и дешевле ну вот у меня например вот о чем я говорила самые самые тоненькие вот этот он мне немножко загнулся потом его маленечко разогнула и он почему-то у меня перестал перестал писать я думаю нужно поменять у него за пишущий узел вот мне кажется он что у меня про про глючу вот ведь он не с проблесками пишет наверняка там еще чернила есть просто вот этот пишущий узел я чуть слегка слегка поломала а может быть заправить его над принципе он у меня довольно таки старый ну вот с ними на только как-то разобраться остальные хороши есть еще вот такие копики это которые вот эти копики они хороши тем что у них все можно менять то есть можно эту штуку поменять купил себе один линер и и все как бы давно вы тебе уже будет не нужен никогда можно поменять вот эту вот вот этот пишущий узел можно заправлять но есть только его сам как-то будет он грязный какой-то обрубленный нужно купить новое так удобно еще у меня есть вот такие вот копики это которые не заправляются такие были необычные это тоже мне все досталось из всяких боксов вот тоже очень тоненький это у нас тоже 0 0 5 такой фиолетовый вайн называется цвет вино что вот классный вообще вот такой есть синенький у меня тоже холостый классный цвет это у нас 03 и сепия сепия какая-то очень-очень светлая если честно на мой взгляд я себе представляла как ты немножко по-другому вот для меня сепия она вот примерно как это тоже очень тоненький 0 на 5 сепия для меня это как такого цвета как вот 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 этот например да вот да вот это для меня сепия вот вот это сепия а это что это это какая-то сиена жжуная не знаю так вот это были копики которые самые дорогие ну вроде я обозрела оборзела да нет я обозрела вроде бы все что у меня как бы присутствует да в качестве так сказать заключительного слова да я могу сказать что самые на мой взгляд классные еще раз повторить это вот эти у них эмот называется очень очень классные прям они мои самые фавориты после них у меня на втором месте фаба костел вот потом деревян ну или они делят можно сказать второе место деревян и фаба костел делят второе место вот даже ну можно даже поставить деревян тут еще один еще одну звездочку вот у меня эмот получили пять звездочек а у не митсу бисе 4 под получили . фава поставят 4 и деревян то я бы еще 4 дала вот по чисто по качеству на мой взгляд да все остальные вот эти вот они получают по три звездочки и как бы лузеры у нас тут штадлер вот кинг-кинг-арт и шарпи шарпи потому что страшно воняет вот прям страшного нет я не знаю может они у меня какие-то неправильные неправильные пчелы делают неправильный мед да вот так у меня неправильные линеры ну как бы все на сегодня тогда я с вами прощаюсь за следующего видео если вам нравятся подобные видео оставайтесь со мной на канале подписывайтесь на канал жмакайте колокольчик чтобы видео не пропускать новые в следующем видео я расскажу о линерах которые называются браш сейчас я продемонстрирую и вот например да разным есть вот вот такие вот это как кисточка да они бывают совершенно всякие разные а сейчас будем закругляться и так до встречи в следующих видео пишите комментарии если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите что-то может быть дополнить может быть я где-то ошиблась мы все люди все ошибаются я всегда благодарна за дополнительную информацию пишите комментарии я читаю все комментарии стараюсь на все отвечать ставьте лайк мне будет приятно спасибо всем большое за просмотр и пока